Привет! Я Гаджет! Это он, Голос! Привет! Открыл для себя прелюбопытнейшую информацию. Оказывается, глазные яблоки остаются одинакового размера от рождения до смерти. Ну, любопытно, и что? Голос, знаешь что? Больше всего тебя не люблю за эту твою идиотскую абсолютную черту! Зачем задавать придурочные вопросы? Получил информацию? Понравилось? Запомнил! А если не понравилось? Исключено. Невозможно! Проверим? А в чем смысл? Ты выдаешь три интересных, как тебе кажется, факта, которые меня должны удивить. Окей? Окей. Погоди, стой. Тут какой-то развод. А вот я тебя, например, просвещаю, а ты просто воротишь нос? Нет. Я соглашусь только в том случае, если будет какой-нибудь приз. Если я проиграю, то ты получаешь деньги, славу, девочек, наркотики, вселенский респект. Ладно, шучу, только деньги. Помнишь, я тебе 150 должен был? Ладно. Согласен. Можно прямо сейчас начать? Фейл. Ход. Ньюс. В Берлине группа талантов разработала СМС-рогатку. Для того, чтобы использовать сей девайс, нужно рогаткофон, большой дисплей, проектор и компьютер. Вы набираете текст с помощью лазерной указки, прицеливаетесь, пуляете и видите на экране, в данном случае на стене дома, сообщение. Безумное изобретение! Ну, что-то как-то так. Да? Но у меня ведь еще есть попытки. Да-да. Окей, я подумаю. А с тебя обзор. Lenovo S10 3T. У компании Lenovo есть две линейки компьютеров. ThinkPad, унаследованная аж от самой IBM, легендарная серия корпоративных ПК и ноутбуков. И IdeaPad, уже вполне современные и даже стильные ноутбуки, при разработке которых, однако, используются наработки из арсенала Think. Вот, например, нетбук IdeaPad S10 3T удалось сделать тонким и вполне производительным. И такая веселенькая расцветка вдобавок. Толщина корпуса всего 16 мм. Весит тоже всего ничего. Самый необходимый минимум интерфейсов. Крышка крепится на одной петле посреди корпуса. Зачем? А за тем, что это не просто нетбук. Это планшет-трансформер. Причем экран у S10 3T сенсорный, емкостный. То есть командовать интерфейсом Windows 7 и всевозможными программами можно прямо пальцами. За исключением 10,1-дюймового поворотного экрана и веселенького узора на крышке, это вполне обычный нетбук. Процессор Intel Atom N470 одноядерный. 2 гигабайта памяти. Винчестер на 250 гигабайт. Встроенное видео, беспроводные интерфейсы, Wi-Fi 802.11 BGN, Bluetooth 2.1 и VMAX. Дискретной видеокарты нет. Используется графическое ядро, встроенное в сам процессор. Старые игры и обычные видеоролики здесь пойдут, а от 3D и HD придется отказаться. Ну, нетбуки и придуманы как мобильные интернет-терминалы, а вовсе не как замена полноценным ноутбуком. Так что своих денег эта машинка вполне стоит. Всего-то 18 тысяч рублей. Главное, с Lenovo S10 3T очень удобно. И за столиком в кафе, и в вагоне метро, и в салоне самолета. Надо что-то набрать. К вашим услугам клавиатура с почти полноразмерными клавишами. 98% от стандартных ноутбучных по площади. Хочется просто полистать веб-странички, почитать электронную книгу. Режим планшета тут как тут. Голос! А знал ли ты, что человек в среднем за свою жизнь проходит расстояние, равное 3 земным экваторам? А? Не знал? Отлично! Первая галочка! У меня есть! Ладно, окей. Признаю, это было немного любопытно. Немного? Голос! Да ты полная галочка! Не стоит ругаться, ведь нас могут смотреть дети. Дети, закройте уши. Значит так, ты галочка! Sony DCR-SR68E Стоит меньше 18 тысяч рублей. Снабжена матрицей. Снабжена матрицей типа размера 1,8 дюйма с разрешением 0,8 мегапикселей. Разве плохо? Откидной контрольный дисплей 2,7 дюйма по диагонали с разрешением 0,23 мегапикселя показывает, как видим, очень приличную картинку. Даже в темноте она остается более-менее приличной. Заявленный порог освещенности, при котором способна снимать Sony DCR-SR68, 3 люкса. Этого достаточно, чтобы запечатлеть романтический ужин при свечах. Мало пикселов на матрице. Каждый пиксел крупнее. Крупнее пиксел, меньше паразитный тепловой шум, который проявляется на картинке в виде противного грязно-лилового снега в темных участках сцены. На помощь крупнопиксельной матрице приходит и объектив. Sony давно сотрудничает с немецкой компанией Carl Zeiss. Вот и на этой вовсе недорогой камере установлен ее брендовый объектив Carl Zeiss Vario Tessar с диафрагмой от 1,8 и фокусным расстоянием в диапазоне от 1,8 до 108 мм. Оптический честный зум тут составляет 60 крат, цифровой до 2000 крат. Опять же, благодаря невысокому разрешению матрицы, применение цифрового зума не всегда автоматически означает картинку ужасного качества. Иногда она вполне адекватно дополняет оптический, особенно в сочетании с электронным стабилизатором изображения. Само собой, есть тут и фоторежим, в котором, как и при съемке видео, возможна фокусировка по лицам людей в кадре. Отснятое видео записывается на встроенный 80-гигабайтный винчестер или на карту памяти. Словом, неплохая камера за вменяемые деньги. СТГ Сегодня в самые тупые гаджеты я записал, по сути, не такой уж дебильный девайс. Называется он Эксбо. Это будильник, который обладает полезной функцией, которая вообще не свойственна представителям этой касты часов. Он не раздражает, когда будет. Вообще там все завязано на сложной системе с измерением фасна. Погоди, а подвох? А подвох, друзья мои, только один. 9, 5, 0, 0. 9,5 тысяч за такой прибор. Как говорилось в одном фильме, за изобретение 5, а по предмету неуд. Голосок. Знаешь, как Марио называли в самом-самом начале, когда его только придумали? Нет. Видео! По твоему лицу видно, что ты этого никогда не знал. А я получаю очередную, вторую по счету, галочку. HP Pavilion DM3 2030ER. Экран с диагональю 13,3 дюйма, масса меньше 2 килограмм. Да еще и металлическая отделка со штампованным рисунком. Чем не представительский ноутбук? Внутри HP Pavilion DM3 2030ER смотрится не хуже, чем снаружи. Подставка под запястье. Тоже металлическая. Удобная клавиатура с модными островными клавишами. Поверхность тачпада с какой-то стати сделана зеркальной. Ужасно пачкается с первых минут работы. Экран с разрешением не Full HD, но где-то рядом. 1366 на 768 точек. Бликует, конечно, зато глянцевое покрытие делает цвета живее и насыщеннее. При просмотре фильмов это важно. А вот эта блестящая окантовка корпуса уже не металл, а покрытой пленкой пластик. Если хочется как можно дольше сохранить товарный вид ноутбука, надо постараться не царапать и не стирать пленку. Тут вполне типичный для 13,3-дюймовой модели набор портов. 4 USB 2.0, видеовыходы в VGA и новомодный HDMI, картридер. Есть очень полезный механический переключатель для активации беспроводной связи. HP Pavilion несет двухъядерный процессор AMD Turion 2 Mobile K625 с частотой 1,5 ГГц. Не самый быстрый в своем классе, зато энергии потребляет немного. Видеокарта AT Mobility Radeon HD 5430 и 512 МБ памяти GDDR3. Достаточно производительная для ноутбука. Да еще и поддерживает DirectX 11. 4 ГБ памяти. Винчестер на 320 ГБ. Вполне подходящий. Вместо стандартных непонятно каких спикеров в этом ноутбуке использованы динамики Altec Lansing. Тоже не студийного качества, конечно, но классом повыше среднего. А вот это крайне необычный для производителей ноутбуков жест. В комплекте поставки вместе с компьютером идет внешний пишущий DVD-привод. Стоит при этом HP Pavilion DM3 2030ER в районе 33 тысяч рублей. Очень даже разумная цена для такой многофункциональной машинки. Чувствую, что 150 рублей практически у меня в кармане. Приготовился? Давай-давай, удивляй. Для начала. Первая песня, которую спели в космосе, была «Хэппи Безды». Это раз. От падения кокосов умирает ежегодно больше человек, чем от атак акул. Это два. Вариант, что на тебя упадет метеорит, один из пяти миллиардов. Это три. И, наконец, изобретатель лезвия для бритья King Gillette носил усы. Четыре. Понял, щенок. А с вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...